Добрый день, уважаемые участники третьей научно-практической краеведческой конференции «Неизведанные страницы истории Верхнекамья». Не зная прошлого, нельзя познать настоящего, говорил Максим Горький. Наша Соликамская земля полна историческими находками, но и до сих пор остается немало загадок и белых пятен. Немало открытий в истории Соликамска сделал один из лучших историков Верхнекамья Геннадий Бординских. Часть его произведений была представлена на научной конференции «Неизведанные страницы истории Верхнекамья». Историки, краеведы, археологи и просто ценители истории собрались в зале Соликамского пединститута. Земля Соликамска богатейшая. Здесь не только масса археологических памятников периода Сневековья и Каменного века. Здесь много еще и кладов находится. В частности, я в свое время в детстве очень мечтал найти комсосонитское произведение. И мечта моя существовалась. Любовь к своему историческому делу имеется у каждого участника конференции. И наверняка мечта сбылась у каждого историка. Почти у каждого краеведа, археолога в коллекции находок имеются настоящие сокровища, которые сейчас хранятся в Соликамском краеведческом музее. Очень много всего открыто, найдено в застройках поселений, в храмостроительстве, в праздничной, обрядовой культуре. И одновременно где-то собрано полторы тысячи экспонатов, которые переданы были на хранение в Соликамский краеведческий музей. Мы с вами пишем историю. И возможно, сидящие в зале люди сейчас войдут особыми личностями в историю Верхнекамни. Дорогие коллеги, мы немного скорректировали тематику докладов, потому что общая наша задача – это, наверное, осмысление тех реальностей в настоящее время. Об истории прошлого можно говорить часами и днями напролет. На научно-практической конференции об истории можно говорить лишь два дня. Ведь цели данной конференции – это и изучение, и пропаганда исторического и культурного наследия родного окрая с последующей разработкой и созданием новых турпродуктов и музейных экспозиций. Страница истории нам позволила открыть историк Геннадий Александрович Бординских, книга которого сегодня будет представлена вашему вниманию в виде презентации, которую подготовил Фонд Преображения. Книги Геннадия Александровича всегда заслуживали особого внимания, ведь, как мы уже говорили, он действительно был великим историком, писателем, археологом. И на этой третьей конференции Фонд Преображения объявил о том, что появится премия Геннадия Бординских. У нас и родилась идея по поводу того, что будет абсолютно справедливо и объективно исторически учредить Грант и памяти, и имени Геннадия Александровича Бординских, как, собственно говоря, одного из ведущих историков на самом-то деле Верхнекамья. На данный момент Грант в разработке, но Фонд Преображения точно решил, что на следующей конференции Грант найдет своих героев. И имя великого историка, археолога, писателя навсегда войдет в историю. Ведь, как известно, история – это мы, история – это люди.